Записать своего ребенка, родственника или знакомого к врачу, не выходя из дома, а также вызвать врача на дом – все это стало возможным благодаря единому порталу госуслуг. Это очередной шаг по развитию информационных технологий, который в перспективе позволит создать единое информационное поле в здравоохранении и упростит пациентам процедуру получения медицинских услуг. Как ноу-хау работает на деле, выясняла наш корреспондент Елена Семеновичева. Наверное, каждый из нас хоть раз сталкивался с тем, что бывает сложно дозвониться в поликлинику и записаться на прием к специалисту, а тем более выбрать удобные для себя дату и время. Гораздо проще и удобнее для этих целей использовать электронную услугу «Запись на прием к врачу». Такая возможность теперь появилась и на портале госуслуг. Для того, чтобы записаться на сайте госуслуг на прием к врачу или вызвать врача на дом, пакет документов, как всегда, стандартный – паспорт, полис ОМС, СНИЛС. Для детей свидетельства рождения. При заполнении полей, которые необходимо, чтобы получить эту услугу, они заносятся либо автоматически, если уже гражданин зарегистрировал на портале госуслуг, либо это нужно сделать однократно, когда гражданин регистрируется на портале. Там достаточно просто все пошагово расписано, что нужно нажать, какую кнопку, чтобы попасть на этот сайт и как записаться ко врачу. Когда добирается гражданин до момента, когда он выбирает специалиста, выбирает специалиста, и там выходят поля, какое время у врача свободное, на какой день. То есть здесь тоже очень удобно, я считаю, что гражданин может выбрать время посещения врача, то, которое ему удобно, то есть посетить своим графиком, если он работающий, либо если не с кем оставить ребенка, то под график няни или родственник, которые за ребенком ухаживают. Все очень просто, доступно. Вот я сама пробовала записаться, у меня все получилось. Мы тоже решили попробовать записаться к специалисту, но в оперативном порядке у нас это сделать не получилось, так как необходимо прикрепиться к медицинской организации, а для этого необходимо обращаться в регистратуру. Поэтому записываемся по уже отработанной схеме через сайт «Доктор 83», который, к слову сказать, пользуется особой популярностью у жителей округа. Выбираем самый ближайший визит, отправляемся к эндокринологу. Я, как обычный человек, записалась на прием, у меня в 15.50 явочка к эндокринологу. Вот мои документы. Возьмите, пожалуйста, а то сейчас мы уже опоздаем, у нас сейчас уже прием. Потратив немного времени в регистратуре, отправляемся на прием. Здравствуйте. Смотрим, время у нас. 59 минут, кабинет все еще занят. Будем ждать. Пока ждем, спрашиваем у пациентов, как часто они сталкиваются с подобной ситуацией. А вот скажите, вы пришли к своему времени, к назначенному. Было ли такое, что вы не попадаете в назначенное время, или вообще какие-то проблемы у вас вызвали? Ну, было, что ждал. Еще минут 20-30 было. Это к какому специалисту? Это к терапевту. А вы уточняли, почему так, что вот у вас время назначено, а вы не попали? Ну, я не уточнял. Просто посидел, подождал, и потом зашел. А вот скажите, у вас на какое время был талончик? У меня 15.30. А вы попали во сколько? Только сейчас зашел. Только сейчас? А вы ждали своего талончика, или что? Почему вы попали? Так, очередь так проходила. А перед вами сколько было на розы, когда вы пришли? Три человека сидело. У вас, то есть, был талончик на 15.30? Да. А попали вы? Только сейчас. Только сейчас. Да, пять дней назад. Нам повезло гораздо больше ждать. Нам пришлось всего пару минут. Спросим у доктора, с чем вызваны такие задержки. Приемы не должны по 10 минут идти. Прием идет по 15 минут. То есть, я даю больше талонов, для того, чтобы людей больше прошло. Есть больные с сахарным диабетом, они вообще принимаются по 20 минут в среднее европейское время. А у нас по 10 минут. Да как я могу успеть? Если мне надо записать, выслушать жалобы, посмотреть, прослушать, ноги посмотреть. Профессор у нас принимает одного пациента целый час. Для того, чтобы народу больше шло, я вот так вот принимаю по 10 минут, естественно. У вас 5 минут принимать можно, у вас все хорошо, как медосмотр пройдет. А больную с диабетом, ему можно и полчаса принимать. Доктор поясняет, на такие меры идут исключительно для удобства пациентов. В противном случае своего приема можно ожидать около двух недель. А так, хоть и придется немного подождать, но на прием попадут все желающие. Даже те, у кого талончика не было вовсе. Естественно, мы всегда-всегда принимаем. Мы принимаем из искателей, из села, хотя они к нам не подлежат, определенные села. Искатель свой там есть, но идут, принимаем. Хоть нам и пришлось немного подождать, но плюсы действительно очевидны. Не отходя от своего рабочего компьютера буквально за три минуты, нам удалось записаться к довольно узкому специалисту. Конечно, могут возникнуть трудности с более востребованными докторами, терапевтом и педиатром. Но если продумать свой визит заблаговременно, то проблем с Талоном возникнуть не должно.